На проходной сотрудники предприятия соблюдают социальную дистанцию. Здесь же происходит дезинфекция рук и замер температуры. Начало рабочего процесса на фармацевтическом предприятии Нишфарм организовано строго с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Это фиксируют и сотрудники регионального Роспотребнадзора. Повышенная температура при проведении термометрии. У вас как-то это фиксируется? Да, у нас ведется журнал. В случае, если выявляется сотрудник с повышенной температурой, делается запись в журнале и сотрудник отстраняется от работы. В помещениях чуть ли не повсеместно проводится дезинфекция воздуха. Для этого задействовано много рециркуляторов. Планово идет обработка поверхностей. Офисы заполнены не все. Многие сотрудники, согласно требованиям, переведены на удаленку. Тем, кому необходимо находиться на рабочих местах, выдаются средства индивидуальной защиты. Организована централизованная выдача масок, перчаток и дезинфицирующих средств сотрудникам как облицов, так и производственных цехов. Сколько масок на человека? Мы выдаем из расчета три маски в день, для того, чтобы можно было соблюсти режим смены каждые три часа в процессе работы. На самом производстве также полная стерильность. На предприятии сейчас увеличен объем изготовления лекарственных препаратов. И это еще одна необходимость в условиях пандемии. Вместе с этим безопасности собственных сотрудников компания уделяет большое внимание. Дополнительные мероприятия организованы плюсом к основным мерам профилактики. В рамках компании мы организовали бесплатную выдачу витаминов для наших сотрудников. Это было сделано весной при развитии ситуации с коронавирусом. И повторно такая выдача была проведена в октябре с учетом ухудшения ситуации и негативной статистики, которая есть на сегодняшний день. И также у нас организована бесплатная выдача обедов, чтобы поддержать наших сотрудников в этих непростых условиях. Подобные обследования нижгородских организаций, в том числе и межведомственные проверки, проходят в регионе довольно часто. К Нижфарму претензий нет. Но без нарушителей среди нижгородских компаний и предприятий не обходится. Специалистами управления Роспотребнадзора по Нижегородской области с начала введения ограничительных мероприятий выдано при выявлении нарушений более 13 тысяч предписаний об устранении выявленных нарушений. Составлено более 700 протоколов об административном правонарушении. По решению суда общая сумма штрафа в Нижегородской области более 2 миллионов рублей. При этом за выявленные нарушения мер безопасности деятельность шести организаций в регионе и вовсе приостановлена. Сергей Щеплякин, Максим Веселов. Время новостей.